У меня есть одна большая мечта. Это вот я и себе, и сыну своему пообещала, что когда он вырастет и встанет на ноги, мы обязательно на его свадьбе вместе с ним танцуем. Активный и жизнерадостный Радель Сибгатуллин любит играть в развивающие игры, качаться на качелях и смотреть мультики. Но из-за болезни мальчик отстает в развитии и не может ходить. У нас начали постепенно отказывать ножки. Он все время сидел только у нас и до сих пор сидит только в позе лягушки. То есть обычно, как нормальные детки, он не сидит. До полугода мальчик рос и развивался, как обычные дети. Но уже после шести месяцев у него начали появляться симптомы болезни. А в год ему поставили окончательный диагноз – детский церебральный паралич. Ходить он в принципе не может у нас. Стоит он возле опоры только, но долго простоять не может. Он стоит секунд пять и сразу же потом обратно садится на корточки, получается, на ножки свои. Стояние на ножках и маленькие шаги с опорой на маму доставляют сильные боли малышу. Но операция на ноги, а также ежедневные занятия, массаж, лечебная физкультура дают положительную динамику. У Радели очень непростая проблема, потому что у него имеется смешанный тип спастичности. Что это такое? Это говорит о том, что у него может быть мышцы сильно сжатые и стопа уйти наподобие косолапости. И он может абсолютно расслабиться, у него уйти в абсолютное плоскостопие. Чтобы уверенно ходить и развиваться, малышу требуется лечение. Но стоимость лечения высока – 386 218 рублей. Помочь Раделю можно, но для этого нужно отправить смс со словом «Дети» и суммы перевода на номер 5542. Узнать о том, как внести больший вклад, можно на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда.